Доброе, темное время суток. Гости и подписчики канала. Время охоты самой загадочной рыбы Северного Черноморья. Вкусное мясо, конкурирующее с виагрой. Ядовитые шипы, сходные зубами змей. Линька через каждые 28 дней. Лунная периодичность. Знакомьтесь, черноморский ёрш или скорпена. Ловим ёрша на валеную креветку по норкам. В темное время суток. В последнее время численность одних видов рыб резко сократилась. А количество морских ёршей увеличилось. Благодаря их устойчивости к загрязнению и кислородной недостаточности. Благодаря органам боковой линии, наиболее развитым на голове, прожорливая скорпена успешно охотится в полной темноте. Малоподвижный ёрш часами лежит неподвижно на морском дне. Поэтому его кожа обрастает водорослями и паразитами, затрудняющими работу боковой линии. Возможно, по этой причине скорпены научились линять. Необычное свойство для рыб. Они сбрасывают старую кожу, очищаясь от обрастания. По истечении лунного месяца скорпена сбрасывает верхний слой кожи чулком, как змея. Ёрш трётся на камни, оставляя обрывки кожи. Линька не зависит от сезона и имеет лунную периодичность. Затылок скорпен лишён чешуи. Линька здесь сильнее заметна. Пока численность скорпен под Одессой несоизмерима с количеством ёршей вдоль побережья Крыма, но тенденция к возрастанию очевидна. У скорпены большая голова и укороченное туловище. На голове ёрша ряд шипов и кожистые бахромчатые выросты. В передней части спинного плавника лучи превратились в острые колючки. В задней части плавника такая колючка одна. Кроме того, по одной колючке в брюшных плавниках и две-три в анальном плавнике. Каждая колючка имеет по две бороздки, по которым стекает ядовитая слизь. Ядовитые железы расположены у основания колючки. Похожее устройство ядовитых зубов у змей. На щеках скорпен не ядовитые шипы. Раны от шипов скорпены причиняют боль, сравнимую с укусом осы. Их надо обработать как обычные царапины. При появлении аллергической реакции принять антигистаминные препараты. Мясо морского ярша богато белком. Доминирующие аминокислоты лизин, лейцин и глютамин. Есть мнение, что мясо скорпены положительно влияет на мужской организм. В нем много макро и микроэлементов, а также витамина ПП, которые способствуют снижению холестерина в крови, активизируют работу головного мозга и центральной нервной системы. Хершей можно жарить, а также использовать в качестве добавки при варке ухи из других рыб, поскольку они усиливают вкус рыбного бульона. Чтобы рыба осталась нежной и сочной, из нее следует готовить блюдо с подливами. Запеченная же в духовке или пожаренная на гриле скорпена становится очень сухой. В турецкой кухне уха из черноморской скорпены весьма популярна и считается деликатесом. Вот такая она загадочная скорпена. Всем не хвоста, не чешуи. Спасибо за подписку.